Приветище! Это Рафт. И мы уплываем со стройки по новым координатам. Но не с пустыми руками, а с огромной акулищей, мегалодонищем, которую я поймал в прошлой серии. Новые координаты у нас 3142. Надо запустить компьютер и в... в... не в объём! Батарейка пустая. Ладно, пойдём на зарядочку поставим. Зарядите мне, пожалуйста, вот эту вот штуку, а я возьму со своего ящичка свежую батареечку. Вставляем, запускаем и вбиваем. 3142. Вот так вот. Куда она плыть? О, вообще не в ту сторону. Левая руля, разворот. Поворачиваем. Всё, выставили курс. 2 километра нам плыть прямо. По такому поводу предлагаю на ночь сожрать акулу с грибочками. И, конечно же, перед тем, как спать, нужно заглянуть в наш рабочий стол. Тут есть интересная штучка. Улучшенная батарейка и... 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 А электрогенератор я изучил, как делать? А, да, фух. Всё, слава богу, он есть у меня. Всё, тогда ложусь спать, а завтра с утра будет всё мудренее и сделано. О, ночь забыл отключить свой компьютер и батарейку посадил. Короче, смастерил я эту витрину-мельницу. Вот такая вот штуковина. И я уже придумал, куда я её поставлю. Пойдём наверху, рядом со своим сгринцем. Отстроил вот такой вот квадратик. И здесь самое то, поставить нашу мельницу-мельницу витриную. Во, гляди, какие тут шикарно просто. Теперь она будет заряжать мне батареечки. И я, если честно, думал, что я её подключу, как бы, ко всем своим электроприборам, и она будет мне вместо розетки. Ух ты, прям по курсу у нас там. Смотри-ка, 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 доплыву, не доплыву. Калабанга! Я здесь, я здесь, я здесь. Собираем чё там в ящики. Барахло какое-то. Плывём обратно к себе на плот. Кстати, а где акула? Акула, вон она. Ёлки-маталки. У меня, короче, вот этот аккумулятор уже зарядился, поэтому протестировать мы его не сможем. В плане того, как его зарядит моя мельница. Но у нас есть вот этот высаженный. Поэтому давай-ка мы их поменяем местами. Это сюда, а тот дохлый туда. Ох, ёлки, а это чё такое? Это чё такое? Такое, не такое? Это чё, суша, что ли? Да ладно, это суша? Это лёд! Это лёд! Ядрёнка, лотон! Чеметь, не перещеметь! Так, заряжайся батарейкой, посмотрим, как она быстро тут зарядится. Это же лёд! Я чё, на Северный полюс приплыл? Офигеть! Оу! Круто! Где мой бинокль? У меня бинокля нет. И вот тогда акула срожала. Эх! А я вообще по правильным координатам-то плыву. Может, я немножечко, немножечко... Да, нет, вроде правильно. Вроде правильно. Сейчас мы тут пристыкуемся. Так! Так, так, так! Пойду, короче, брошу якорь. Обалдеть! Просто чума! Всё, пристыковались. Бросаем якорь. Вырубаем нашу тачку. И пойдём на сушу сойдём. Ну, в смысле, на лёд сойдём. Давай посмотрим физику льда. Я буду на ней? Да, я катаюсь на нём! Прикол! Я стою, но в то же время катюсь. Катюсь! Е-е-е! Можно погонять! Шикардос! Интересно, а моим босым ногам очень холодно или нормально? Я привыкший. И что мы здесь имеем? О! Смотри-ка, там горы! Походу, мне надо возвращаться на мою лодку и плыть туда, в ту сторону. Скрафтил себе сапожечки. Теперь не так будет прохладненько. Моим босым ножком. А мы выруливаем. Поехали! Задний ход. Поворот... Нет, не в ту сторону. Вон туда нам нужно. Там нас явно что-то ждёт прекрасное. Пока мы пытаемся оплыть вот эти ледяные островки, я покажу тебе, что я сделал. Налобный фонарь. Новая разработка. Теперь смотри, как всё светится. Сейчас, вот так вот. Просто офигеть, да? Там какие-то пальчиковые батареечки у меня. И три лампочки. Сплинтерсел мне это напоминает. Блин, как же долго этот двигатель нас тянет вперёд. Я не могу. Когда я уже найду более современное двигло? Ну, наконец-то! Наконец-то! Приплыли! Пойду якорь бросать. Хлыбись. Здесь всё выключаем. И сходим на берег. Ну что, мы на берегу. Скатываемся к воде. Просто скатываемся. Я ничего не делаю. Давай-ка назад. Прямо так и хочется нырнуть, да? В эту ледяную воду. Не-не-не. Короче, пойдём. Поднимемся туда наверх. Уверен, там что-то есть интересное. А самый прикол, что я бегу вообще без одежды, без шубы какой-то. Видимо, я очень горячий мужик. О, я вижу там постройку какую-то. Смотри, с флажком. Снег! Наконец-то! Снег всё-таки получше, чем лёд. С него, по крайней мере, не скатываешься. Э-э-э-э. Есть кто тут кто? Э-э-э-э. О! Что это такое? Погодите. Что это такое? И можно использовать снегоход. Я сейчас буду кататься на снегоходе. Ёлки. Дай-ка я зафоткаюсь. О-о-о! Блин! Стой! Подожди. Я такой зафоткаться тут решил. А тут белый медведь прибежал. Щавельные картошки. Получай по жопе. Получай! Матерь медвежья! Фух! Получено достижение. Так, я снимаю с тебя твою кожу и скальп. Мне нужно согреться. Блин, вот это попад... Он даже двинул снегоход как-то. Подожди. У него топлива нет. Как я на нём поеду-то? Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-ка там что-то есть. Прикольное на снегоходе. Офигеть! Чё, закосим под белого медведя? Чтоб местные приняли. А если тут живут аберегены, там, чукчи, например. Они ж меня тогда за мясо бегающее примут и пристрелят. Ладно, короче, поехали. Я не знаю, куда. Куда она вообще ехала? Нифига себе, дрифтить как можно на ней. Е-е-е-е. Вот это да. Главное никуда не упасть. Е-е-е. Стой! Ух, чуть не упал. Давай-ка мы вначале попробуем на горку заехать. Посмотрим, я попрыгну с трамплинчика. Нифига себе, я летаю на этой рухляте. Офигеть. О, о. Здесь ещё есть, смотри. Вон снегоход не чистит здание. Это чё за сабнатика, блин? Белого зероу. Ну-ка пойдём внутрь. Интересненько, интересненько. Есть кто дома? Пока ничего не понятно. Но. Здесь, по-моему, очень опасно. О, счётчик Гейгера. Слушай, заработал. Тут радиации немеренное количество. Туда лучше не спускаться. А то потом светиться по ночам будешь. Чё, пойдём сюда. Посмотрим, что у нас тут. Можно что-то свистнуть, да? Кабель. А, его можно тянуть. Или его, в принципе, можно стянуть. Всё, кабель я забрал. Записочка. Что написано? Детта показал нам с Генри заброшенные иглы. Кажется, он поколдовал с проводами, чтобы их отпереть. Но большая игла до сих пор закрыта. Интересно, что там внутри. Детта познакомил меня с неким Рубеном. Он был ранен. Похоже на следы медвежий хлоп. Так что я помог обработать раны. Точно так же Астрид лечил меня. Где ты, сестрёнка? Бруно. Сюжет слишком закручивается. Так. Я сюда могу воткнуть кабель. И чё-то куда-то подключить. Чтобы что-то где-то отперлось. Войти сюда могу? Не могу. О, да тут у них домофоны есть. Есть навороченный снегоход. Ладно, полезли выше. Посмотрим, что у нас тут. Чё-нибудь где-нибудь открыто-то будет? Нет? Заперто, заперто. О, сюда можно кабель воткнуть. Угу. И сюда можно кабель воткнуть. Вон там что-то наверху есть. Ну-ка, 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 ну-ка. Ага, натянуть кабель. Это типа генератор какой-то, да? Ну, давай попробуем вот сюда дотащить его. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вставляем. И не шиша. А я уже жрать захотел от холода. Давай с хомячим. Ладно, видимо, вот эту штуку надо как-то что-то починить или где-то запустить. Пойдем дальше искать. Ого, монетку нашел. Жетон для торговли. Значит, здесь торговый автомат есть. Так же, как в Тангаруа. Ого, лопатка. Лопатка, взять я ее не могу, снег почистить. Короче, я слышу, что вроде как вот это генератор. И он работает. Ну, электростанция. И получается, что мы можем от нее дотянуть вот сюда кабель. Ну, вроде бы как. Вот. Да, дотянули. Дальше. Мы тянем вот сюда. И так подключаем все. Вот. Ну, и теперь вот к этому зданию, если у меня хватит. А, требуется кабель. Короче, я пошел искать еще кабели. Потому что без них я тут никак никуда не попаду. Пришел к выводу, что мне нужно вот такие вот радиовышки искать. Из которых я первый кабель вытянул. А тут таких больше нет. Поэтому я поехал дальше. Вон там есть, например. Возьму новый снегоход и поеду. Поеду по этим радиовышкам кабели собирать. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Давай посмотрим. Есть тут что дернуть? Кажется, есть. Отлично. Не слезая со снегохода, получится собрать? Как думаешь, кабель этот? Нет. Все равно надо было здесь с него. Есть кабель. Едем дальше, к другой вышке. Что странно, пока я тут катаюсь, я больше медведей не видел. Хотя вон один ходит, елки. Точнее стоит. Возможно, спит стоя. Еще два кабеля свистнули. Может, на пролом попробовать? Прямо на медведя наехать? Это нанесет ему какой-то ущерб? Как думаешь? Нет, мне кажется, он быстрее сломает мой снегоход. Разворот. Поехали, 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 поехали. Прямо на него. Не, без толку вообще. Еще без толку. Я могу со снегохода стрелять из лука? Я постреляю из лука. Мимо. Вот так есть попадание. Ого, как ты прыгаешь. Есть. Получай. Мимо опять. От третьего лица-то удобненько играть. Сколько у тебя стрел надо выпустить? Друг мой белый. Готов. Фух. Гони мясо и кожу. Где-то тут я еще стрелой промазал. Вот, забираем. Так, кабели, пожалуйста, вышечки. Ох, елки. А это что за башка робота, торчащая из-под снега? Пойдем туда, сходим. Прям любопытно. А, это... Ой-ой-ой, это обсерватория была. Это была обсерватория. Замануха. Разработчики заманули меня. Заманили, точнее. Заманули. Ну, хорошо. Поиграем в их игру. Но нет. Он и здесь. Да как он может в ледяной воде жить вообще? Они реально живут в ледяной воде? Мне казалось... А, это лисочки, я думал. Червячок. Мне казалось, что они не могут жить в ледяной воде. Эти удильщики. Сделали бы тут, например, агрессивных моржов лучше. Я не хочу с вами драться. Вы... Вы страшные. У вас зубы не чищены. Поэтому я просто их проплываю и... Бегу дальше. Ага, лесенка. Что ж, залезли наверх. И монетка. Ну что, полезли наверх. Через это отверстие мы попадем в обсерваторию. Э-э-эй, я внутри. Ага. Миленько. Очень миленько. Есть записка. Есть... Еще одна записка. Предметики. Сколько здесь всяких монеток. И предметов. Так, ну давай подсчитаем, что там у нас. Значит, три из четырех крюков надо собрать еще, да? Или это третья из четырех частей. Вот записочка, которую мы нашли. На обледенелом острове полно медведей. Один из них разбил в щепки лодку, пока я пытался выбраться. Привычные трюки не сработали. Нас бы съели, если бы не появился мальчишка с клаксоном. Его зовут Детта. Говорит, приплыл сюда с какими-то выжившими. Я спросил Генри, стоит ли ему доверять. Но не получил ответа. Бруно. Так, ясно куда... О, а можно вот это содрать? Оно золотое. Но нельзя. Вот, это все, кто жил здесь, на Северном полюсе. И, скорее всего, они все вместе куда-то уплыли отсюда. Искать другое место, по всей видимости. Потеплее. Еще записка. Монетка. О, ящик. Сейчас что-нибудь еще тут найдем. Еще монетка. Поднимаемся еще выше. Видимо, к телескопу. О, вот он и телескоп. И там созвездие есть какое-то. Так, еще один рисунок. Сейчас тут все посмотрю. А это что такое? Копье. И номер два на нем нарисовано. А, подожди. Нам, походу, сейчас созвездие надо будет искать, чтобы получить какой-то ответ. Значит, это восемь. Якорь. Ага. Я понял. Это код. Для сейфа, который мы должны открыть. Так, ну давай, вот. Поднимем. Вот созвездие какое-то есть. И что? Я на него навел. И непонятно что. Давай попробуем найти другое созвездие. Вот, например. Наверное, вот это копье. Хотя не очень-то и похоже. О, северное сияние. Возможно... В космосе... Скорее всего, это черная дыра. Северное сияние-то оно в небе бывает. А не в космосе. Так, а еще куда-нибудь... Вот, еще что-то нашел. Блин, я пить хочу. А у меня есть что попить? Прикинь, я не взял ничего, что можно попить. Это жопа. Так, надо отсюда, кажется, выбираться. Я не хочу потерять все, что у меня есть. А, вот, тут еще тоже созвездие есть. Записка. Манекен. Сделали тут, который назвали Генри. Еще одна записка. Так, так, так. Это все, конечно, хорошо. Можно я отсюда как-нибудь вылезу? Например, через эту дырку мне нужно где-нибудь найти попить. Да, я могу отсюда вылезти. И это хорошо. Сейчас, бегаем нафиг. Бежим срочно к моей лодке. Как же мне повезло, что тут снегоход есть. Я еле на ногах держусь. Вроде бы бегу. Но такое ощущение, что медленно иду. Все, погнали. Скорее, 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 скорее к лодке. Да ладно, я сейчас успею. Я сейчас, походу, успею. Только тормози, нет? Воду не надо падать. Миссия по спасению своей шкуры. Ну, почти же. Вон, бойлер с водой стоит. Давай уже, шевели своими булками. Е-е-е, я дошел. Я дошел. Напиваемся. Это как-то тупо. Кругом снег, лед. Возьми снега немножечко в ладошки и в рот засунь. Растает и будет тебе вода попить. Но нет же. Мы только с бойлера пьем. Давай, короче, раз мы тут еще мясо сготовим. Медвежьего. По такому случаю я сделал еще электрический электрогриль. Сейчас посмотрим на его штуки. О-хо-хо-хо-хо. Пойду батарейку, кстати, заберу. Посмотрю, зарядилась она там или нет от нашей электромельницы. Да, зарядилась. Отлично. Вставляем ее сюда и выкидываем место. О-хо-хо. И сюда еще свеклу. Место-то сколько для жарки. Ты глянь. Офигенно. Интересно, а что быстрее пожарит? Вот этот гриль на дровах или электрический? Как думаешь? Сюда-то я мясо всякое разное раньше закинул. Поэтому надо будет другой эксперимент провести. Я вновь в обсерватории. Мне нужно посмотреть, что я подобрал. Вот они все рисунки. Четыре штуки. А, блин, смотри. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь звезд в созвездии. Соответственно, вот эти вот цифры, это обозначение количества звезд в них. Получается восемь, два, а дальше, дальше что мы там видим? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь, восемь, два, семь. У акулы три. И, в принципе, получается все, да? Восемь, давай. Восемь, два, семь, три. Нет, ошибка. Восемь, два, три, семь. Ошибка. Все понятно. Последовательность ищем, значит. Я понял, я понял, я понял. Вот она последовательность-то, видимо, да? Это акула. Это птица. Это якорь. А это лодка. Так, а за лодку-то что у нас там отвечает? Короче, нас немного запутали, наверное. То, что здесь наклеено, это не то совсем. Совсем не то. То есть, короче, как бы... Это нам дали намек, как считать, какие цифры. А копье и якорь, они к коду не имеют никакого отношения, по всей видимости. Нам нужно искать, значит, птицу мы нашли, акулу мы нашли. Осталось найти вот такую вот штуку и плод. Давай искать. О, блин! Погоди, это же прям... Это же прям птица, которая у меня на рисунке нарисована, правильно же? Вот, типа, ноги. Слушай, да, походу, это она. Так, считаем звезды. Раз, два, три, четыре, пять. Пять звезд. Значит, первая это пятерка. Жмем пять. Потому что она здесь первая идет. Дальше ищем рожицу. Скорее всего, это она. Вот эта вот рожица. Промочим глотку. И закинем калорий. Чтоб думалось лучше. Тут у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять цифр. Значит, дальше вводим девять. Теперь ищем вот такой вот крюк. О, плод нашел. Здесь четыре звезды. А вот и крюк. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть и четыре. Шесть. Да, успех. Ключ от вселенной. Берем. Куча монеток. Это что? Улучшенный, постоянный якорь. Мне, кстати, про него говорили, что если я его построю, то я смогу дистанционно им управлять. В комментариях так говорили. Поэтому надо будет его сделать. Что, все? Можно отсюда бежать? Е-е-е. Головамка решена. Ого, ты посмотри, какое там сияние. Я вначале подумал, что это северное. Но это, скорее всего, радиоактивные отходы там. Поехали поближе, подъедем, посмотрим, что там, кого там. Прямо дико интересно, что же там за трубы. Или, может быть, это огромные бочки. По всей видимости, это атомная электростанция какая-нибудь или еще что-то. Научно-исследовательский объект. Ну, совсем не похоже на эту. Скорее всего, здесь что-то начудили, и после этого начался мировой потоп. Ну, все. Наверное, это последний кабель. Я надеюсь на это. Нифига себе, как красиво получилось. Как в фильме. Ну-ка, 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 что это такое? Вот это, вот это, как раз. Ой, елки. А туда, в принципе, реально перепрыгнуть? Как думаешь? Так, разгончик побольше. Поехали. Нитро. Нитро, 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 азот. Ого! Офигеть! Получилось! Че я тут найду сейчас? Куча барахла всякого. Это просто склад. Тайничок небольшой. О, ящик с инструментами. Ну, здорово. Ладно, поехали обратно. Падаем вниз. Уи! Ну все, я на месте. Скорее всего, я все кабеля собрал. И теперь все это дело нужно подключать. Ну, а дальше... А дальше ты увидишь уже в следующем ролике. Так что, если тебе понравилось, то не забудь поставить лайк. И подписаться, если ты еще не подписан. Ну, и можешь еще комментарий какой-нибудь деле написать. Я прочитаю. И мы увидимся с тобой в следующем ролике. Так что, до встречи! Субтитры подогнал «Симон»!